У прокуратуры появились первые подозреваемые в загрязнении воздуха в Омске. В конце минувшей недели специалисты проводили заборы проб в северной промзоне. Превышение допустимых концентраций метилмеркоптан специалисты обнаружили в буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода. Это специальные водоемы, куда сливаются загрязненные стоки с предприятия. Как выяснилось, в ходе проверки там ведут работы сотрудники Нижегородского предприятия. Его название в ведомстве не раскрыли. В емкостях зафиксировано 64-кратное превышение выбросов метилмеркоптана. Вещества, которые смешиваются с газом, чтобы придать ему резкий узнаваемый запах. В настоящее время окончательных выводов сделать нельзя пока, потому что исследования продолжаются, в том числе назначены экспертизы и в рамках уголовного дела. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, наконец-то мы определимся все-таки с источником этих выбросов. Работа ведется, активно она ведется, выходные работала следственная группа, поэтому все, что возможно, правоохранительными органами и контраблющими органами делается. Также в ведомстве подвели итоги работы в прошлом году. В регионе сократилось число тяжких, особо тяжких преступлений. Почти на 20% снизилось количество коррупционных дел. Кстати, по данным прокуратуры, Омская область занимает 15-е место в списке самых коррумпированных регионов России и на третьем месте в аналогичном рейтинге по Сибирскому федеральному округу. Однако, как заявляют в надзорном ведомстве, за год снизилась и раскрываемость. Улучшить показатели – основной приоритет работы прокуратуры в следующем году. Также Анастас Передонов рассказал, что по факту незаконной охоты в Колоссовском и Селькульском районах возбуждены уголовные дела, прокуратурой проводятся проверки. Напомню, на прошлой неделе депутат Заксобрания Юрий Шпавала заявил, что заместитель губернатора Станислав Гребенщиков на охоте незаконно добыл косулю. А главного охота инспектора Виктора Данилова подозревают в отстреле краснокнижной рыси.